Ногу правую, назад, вперёд, назад, назад, вперёд, хоп-хлоп, поворот. Воспитанники воскресной школы узнали о русских традициях, вернее, как проходили народные гуляния в старину. Зимние забавы вызвали интерес у современных детей. Самый весёлый конкурс был по перетягиванию каната. Чья команда победила? Ну, другая, не наша. Битва с Мишханом была. День очень был весёлый. Мы играли в нитку и иголку. Праздничные мероприятия для воспитанников воскресной школы традиционно проходят в завершении масленичной недели и в преддверии Великого Поста. Его начало в этом году выпало на 19 февраля и продлится он 48 дней, до 7 апреля. В конце февраля, начало марта, такой особенный период и стык зимы с весной и начало Великого Поста. В это время всегда христиане старались заговеться, порадоваться вместе и вместе простить все прегрешения друг друга. Это отражено и с тем, что в последний день масленицы, воскресенье, называется прощённое воскресенье, когда все друг у друга просят прощения. После активных игр, эстафет, танцев и конкурсов на свежем воздухе детей и их родителей пригласили за праздничный стол, который ломился от сладостей и блинов. По православной традиции к трапезе приступили после совместной молитвы. Праздник проводов зимы для своих воспитанников и всех желающих в детско-юношеском центре Венет решили провести 16 февраля по всем правилам, со скоморохами и другими сказочными персонажами. Дети с удовольствием принимали участие в играх и конкурсах, где в качестве призов были блины и конфеты. Завершился праздник с сожжением чучела. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».